шалом дорогие друзья шалом хаверим мы на канале рыбы или агу коцар и сегодня мы с вами поговорим на такую тему опять же в рамках недельные главы поговорим о такой теме как мико мы с вами переходим в главу сейчас бешалах и будем говорить сегодня микви о таком ну вроде бы как для нас знакомом слове и в тоже умеет ну в той же мере не непонятном слове потому что ну миква это чисто такое еврейское понимание а чистоте ритуальной чистоте она естественно что она связана с духовным миром и это не об омовении тела или какой-то грязи которые ну мы смывали обычно или под душем или в ванной миква немного другом и сегодня мы выясним этот вопрос и так тоже тоже как это связано с нашей недельной главой и ну обсудим я думаю что будет интересно так что оставайтесь с нами до конца и я думаю бог приготовил для кого для вас этот хлеб с небес который сегодня ну их каждый получит свое и каждый возьмет от этого хлеба кусочек ну а прежде всего по нашей традиции друзья хочу благодарить всех вас кто поддерживает и кто ну поддерживает нас на разных уровнях и духовных и материальных и спасибо вам большое спасибо что вы есть и спасибо что ну есть ну настоящие люди люди вверх и таких к сожалению очень мало людей потому что ну я приведу простой пример я ни на кого не обижаюсь и никому не собираюсь там руки выкручивать или заставлять что-то делать просто ради примера вот сколько я не обращаюсь там не говорю друзья давайте лайкать давайте комментировать давайте как-то ну вместе будем развивать этот канал подписываться ну это все проходит для большинства людей мимо ушей и и мимо кассы ну слушают сюда канал смотрят да все остальное ну нет я и ну для меня например ну скажу так же я буду говорить за себя сейчас самого начала когда я стал на путь веры ну для меня было принципиально важно служить и служить богу служить людям и бог ну чтобы бог через меня служил людям потому для меня делать доброе дело и помогать кому-то делать доброе дело это естественное ну состояние моего духа или моей души и естественно что вот такие вещи для меня они не совсем понятны потому что я например прилагаю усилия для того чтобы люди просвещались и знали больше и понимали больше и ну я когда-то уже рассказывал что в это я вкладываю много всего его времени и в этом прыгает практически вся моя жизнь я посвятил себя этому и и живу этим и как бы ну хотелось бы вы знаете какую-то оценку своей работы видеть и всегда приятно вы же когда что-то делаете или делаете свою работу или делаете что-то дома вам же всегда приятно видеть какой-то результат своей работы ну так мы устроенные люди а тем более понимаете как бы если бы для меня просто это было как оценка того что я делаю честное слово я бы ни разу не заикнулся об этом и не говорил бы потому что я давно уже ну как бы не сильно нуждаюсь в ободрениях людей ну одобрение людей или похвале их не наоборот ну то что я делаю я стараюсь делать так как бы чтоб ну не сильно ну знаете как броска кому-то в глаза бросалась вот так научил меня бог но от этого зависит то что бог вот мне сказал делать вот и здесь моя просьба она она заключается в том чтобы помочь делать не ну соответственно то божье дело которое он мне поручил делать на данный момент я уже говорил еще раз вам повторю записывать канал я долго этому противился и пока мне люди говорили и всему там давай записывать давай это интересно будет и давай еще ну я сопротивлялся потому что ну как-то мне этого не хотелось потому что люблю живое общение люблю живую ну таких живых людей а так вот как-то в нем не куда говорить для меня это очень непросто и мне пришлось когда я это от бога принял мне пришлось наступать на себя потому что вот так раз ну вот так сидеть перед камерой разоговорить мне очень непросто для меня всегда было принципиально важно чтобы были люди и ну и чтобы мы вместе проживали то о чем мы говорим чтобы мы обменивались информацией а вот и всегда был противником театра одного актера понимаете о чем я говорю и помню когда мы были в харькове там общину организовывали еще по вот этим всем правилам и законам системы для меня это было таким адским испытанием что вы даже себе представить не можете когда тебе каждую субботу приходится приходить и делать одно и то же практически потому что ну рамки служения они обозначены там их ну тяжело выходить за них ну потому что всегда есть саглезета и которые потом будут наверх докладывать и приезжать старейшины разбираться там что ты творишь ну а так смотрели за нами то смотрели как под микроскопом вот и в тайне там собирали от меня людей опрашивали ну в общем разное было но сейчас не об этом не вот не просто сидеть вот так мол ну разговаривать не имея дело скажу вот вам статистику по каналу за месяц видео смотрят больше двух трех тысяч людей то есть просмотров очень много ну как для начинающего канала потому что ну сначала мы начали канал потом из-за болезни вот этих всех переездов туда-сюда ну вы нам пришли мне пришлось приостановить этот канал и когда уже второй раз мы я начал его это было буквально два месяца назад то прошел очень длительный срок и второй раз ну оживлять канал оно намного тяжелее чем с самого начала начать и действовать и пришлось ну усилия прилагать много чтобы записывать чтобы ну как-то он ожил он потихоньку начал оживать канал благодаря тем людям которые ну вот включились и делали работы ну вот сейчас я вам говорю статистику просто цифры за месяц три тысячи просмотров там все из и знаете каждом видео я же прошу поставьте пожалуйста лайк не для меня это надо для того чтобы канал развивался прокомментируйте задать какой-то вопрос или там просто выразить и свое отношение к этому вопросу и ход таких людей которые это делает это два три четыре пять человек и это ну не регулярно причем все остальные как посмотрели о да хорошо интересно ну ладно все следующий раз еще где-то посмотрим или тут или там зайдем но в общем вот такое отношение я не знаю может быть я что-то не понимаю в этой жизни или в этом духовном мире но так просто знаю что у многих людей опускаются руки когда они сталкиваются с такой стеной до ну человеческого непонимания ли ну я не знаю ну как по-другому это назвать вот хотелось бы конечно поддержки и ну я бы я все равно буду говорить об этом все равно буду просить вас друзья поддерживайте друзья ну для меня очень это важно чтоб канала развился и чтобы свет туры достигал моих людей потому что я привык делать божью работу то есть то что мне бог поручила хочу делать качественно и хочу прилагать и я я стараюсь это все делать поверьте мне ну все то что как бы канал развивается приходится сюда и усилий много прикладывать и финансы те которые где-то как-то появляются и чуть-чуть можно их оторвать для развития канала все это я делаю если бы не был не болезни конечно делал бы больше но сейчас вот так и все по-другому не может быть и даст бог мы все равно победим эти болезни я верю что если бог позволил нам уже сколько с ними бороться да то он даст и победу окончательно и хоть если ну с этой стороны будет легче то дальше дела просто пойдут дальше больше времени и всего буду вкладывать потому что все равно буду этим заниматься пока бог не скажет мне что-то делать другое вот но хотелось бы вашей поддержки друзья и спасибо всем кто сейчас послушает и подойдет к этому вопросу с пониманием большая большая благодарность всем делателям и вы думаете поставить этот лайк да это что там такого но ведь это тоже делать делать и это тоже помогает делать то есть ну ты автоматически становишься делателям божьего дела потому что ну вот мы же все это одна одна общая семья в которой ну действия любого человека направленные на созидание ведет к нашему ну как бы добру к тому чтобы нам было хорошо и чтобы мы ходили во свете в благословении поэтому благословляю вас всех и благословляю на открытую чистое и чистое сердце и на понимание вот этих вопросов потому что ну мне на конечно сидеть вот это об этом и тоже мало приятно ну мне приходится это делать и возможно кто-то услышит меня хорошо вступительная часть закончена простите меня за такой знаете какой-то отклонение ну иногда хочется просто вы поделиться с тем что происходит не замалчивать это все хорошо все хорошо ну а говорить так как оно есть и возможно ну я верю что все равно бог все сделает так что все равно все во время и будет и все хорошо так переходим возвращаемся к нашим овцам и мы переходим к туре обратно и говорим мы сегодня о микве и вообще это миква в еврейском понимании это водоем который не искусственный то что его начали строить уже в домах искусственно создавать это там стараются чтоб дочь наполнял эту микву и все остальное но это уже другой вопрос немного и нам мало интересен а мы будем говорить о натуральных вещах в христианском мире это называется крещение но это слово ну а ну в еврейке не встречается и оно мало понятно для евреев что такое крещение и как с чем его едят и я уже говорил еще раз повторю что для меня и как бы вот оно оно чтоб ни вашим ни нашим оно оно бы лучше звучит звучит как погружение потому что действительно на самом деле когда мы говорим погружение это понятно ну человек погружается в воды да и ну я проходил крещение в баптистской церкви и я уже об этом рассказывал что ну там все строго было и ну в общем интересная история но и сейчас не об этом почему водоем должен должен быть водоем хотя часто его заменяют какими-то бассейнами потому что вода в любых для любых народах народов и народностей и всегда означает жизнь вода это то что приносит жизнь и если воды не будет здесь на земле ничто не сможет существовать и жить там закончится жизнь и поэтому входя в эти воды мы как бы получаем рождение новое рождение вы помните и шоу вошел воды да перед тем как это было ничто иное как миква он совершал ритуальное очищение перед тем как приступить к служению и это важно тоже понимать потому что ну опять назовем это крещение ну шо это такое крещение о чем она куда она сам смысл всего этого очень прост ну если смотреть на первый смотреть так это ну понятно что она все в символах и так но самое первое крещение друзья знаете когда произошло и и и или погружение давайте я буду говорить погружение оставили слово миква и оставили слово крещение буду говорить как погружение так вот самое первое погружение оно произошло после того как народ вышел из египта предыдущих уроках я говорил что иби египет это та теснота в нашем сознании которое не позволяет нам выйти за рамки тех тех стереотипов которые нам вложила общество которое самого маленького возраста воспитывала нас то есть говорили вот этого не делай это плохо вот это будет это страшно а там бабайка а там еще какой-то то есть и у ребенка говорят что характер формируется до шести лет но я думаю характер у ноги как раз и состоит из этих стереотипов кому кому-то больше их в голову вдолбили кому-то меньше видел что как вот этими стереотипами особенно в семьях врачей доводили вообще детей до такого аж нехорошего состояния но одно из помните и чтобы вот эти стереотипы разрушить да вывести из этого мицраима богу надо было что-то совершить в наших жизнях и также мицраим то есть египет но конечно же у всех ассоциируется с царством греха то есть где свобода в боге свобода познайте истину но истина это и бог и есть познайте истину истина сделает вас свободными людьми свободы естественно в египте потому что когда грех отделяет то есть нарушение заповедей закона отделяет нас от бога мы попадаем в тесноту и стереотипное мышление это мышление толпы и ним легко управлять кстати то есть оно и создается для того чтобы впоследствии можно было людьми управлять с помощью телевизора с помощью там соцсетей разных ну так было и так есть сейчас но чтобы вытащить человека из этих стереотипов бог создает определенные обстоятельства и в жизни Израиля это был Египет и все вы помните как они оттуда выходили мы вчера об этом говорили какие вещи им пришлось сделать когда они сказали лучше умрем свободными но больше в рабстве не хотим находиться к чему это привело они ушли и бог говорит Моисею и сказал бог обращаясь к Моше что ты упьешь ко мне скажи сынам Израиля чтобы они двинулись вперед а ты подни посох свой и наведи руку свою на море то есть они двинулись то есть они подошли к морю а фараон бог сделал так что фараон погнался за ними и рассеки его и придут сыны Израиля среди моря по суше а я ожесточу сердце египтян и они погонятся за ними и прославлюсь я наказав фараона и все войско его колесниц его и всадников его и что я бог когда я прославлю и что я бог когда прославлюсь я наказал фараона и колесницы его и всадников его и двинулся ангелси сильно вошедший перед станом Израиля и пошел позади них столб облачный двинулся впереди них и стал позади них и вошел и вошел он между войсками египетскими и станом Израиля и было облако и мрак и осветил ночь и не сближалось один с другим всю ночь и навел Моше руку свою на море и гнал бог моря сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушью и раступились воды и пошли сыны Израиля внутри моря по суше а воды были им стеною справа и слева них и погнались египтяне и вошли за ними все кони фараона колесницы его и всадники его в середину моря и было перед наступлением утра взглянул бог на войско египтян в столпе огненном и облачном и посеял панику войски Египта и слетели колеса с колесниц их так что они волокли их с трудом и сказали египтяне бежим от Израиля ибо бог сражается за них с Египтом и сказал бог обращаясь к Моше наведи руку свою на море и возврати воды на египтян на колесницы их и на всадников их и навел Моше руку свою на море и возвратилось море поутру к обычному состоянию своему а египтяне бежали ему навстречу и прокинул бог египтян среди моря ну в общем все умерли помните как был такой фильм еще помню в детстве его смотрел формула любви и эти пели такую песню уно-моменто и когда-то женщина которая с ним ездила спросила о чем эта песня он рассказал это песня о рыбаке который ушел в море жена то есть его девушка ждала на берегу ждала-ждала так и не дождалась потом она сбросила от себя одежду и бросилась в море короче все умерли вот и она расплакалась при этом ну в общем тут не все умерли друзья но умер египет о чем речь да царство египта оно так устроено что оно добровольно не захочет тебя ну да любой грех добровольно не захочет тебя оставить но когда мы принимаем решение служить богу на это решение кстати приходит благодать вот вопрос благодати и для ну как она чему благодать предназначена потому что есть учение которое говорит что благодать покрывает наши грехи и поэтому там он сегодня читал переписку одну на фейсбуке ну в одной группе христианской там говорят вообще не надо ничего делать мы надо только верить не бог так сказал и все и все будет чики бабоны в общем ну так друзья я так повеселился по почитал чуть немного после молитвы утренней ну в общем да действительно надо верить ну вера без дела это же мертва и ну как это обезет мы все те кто остановится на путь веры и есть его сердце решения идти на этом пути все проходят через воды иордана в том или ином месте но чтобы мы понимали друзья что это это не просто вот когда пришли ну что тебе мешает креститься да написано когда Стефан с этим разговаривал эфиопом и говорит вот-вот и шумиша давай это но я немного по-другому это все вижу друзья это серьезный шаг и когда ты принимаешь решение больше не жить во грехе и больше не жить по своим законам и правилам потому что я уверен что в младенческом возрасте ни один человек ну православие знаете есть обычные за ноги младенца в эту купель и все вот он крестился но это сознательный акт это сознательный выбор и ребенок тем более младенец не может его ну сам сделать потому что еще не понимает что святое что не святое что не чистое и он не может этого выбора сделать выбор делается в более уже осознанном возрасте и человек должен сделать выбор оставаться ли ему в Египте или сделать шаг веры естественно ну как бы вот если это же стереотипное мышление оно же не уходит никуда вот так раз щелчок и все и ты начал идти вера и наступать вера это такая штука которую надо взрастить в себе это один из плодов духа или один из плодов общения с богом нашего и оно она возрастает по мере нашего духовного возрастания а вот этот шаг в мику или в черное ну вот в это море которое стояло ну вот представьте да там же шаг огромные были такие поднялись валуны и сушь открылась а я сейчас вступлю а вдруг оно сомкнется и вот дальше то неизвестность вот на этот переход надо ну как бы созреть и это решение поверить богу довериться ему если действительно для тебя вот эта теснота уже стала насколько ненавистной то путь тебе один в мику или в погружение да или ну или крещение пусть будет даже и это слово внутри потому что без этого дальше ты не сможешь пройти и пример тому Ишуа пример тому молодой Израиль дальше они будут действовать и будут совершать свои ошибки как тот младенец который растет и мы будем это все исследовать и как бы своей жизни да примерять потому что Израиль не просто нам дан и вот эти истории не просто написаны как эпос какой-то исторический который мы можем посчитать интересная книжка но Дюмайя писал интереснее или там Булгаков или еще кто-то у кого какие предпочтения были но здесь это не исторический эпос здесь написан Богом книга написанная для того чтобы мы глядя на Израиль понимали направлены ли мы пути потому что ну другого пути нету и проходя через все это по истечении ну времени и причем серьезного промежутка времени не просто там десять лет прошло и появились плоды а вот представьте сколько они прошли для того чтобы родился первенец Ишумаше да и это первый плод то есть от Израиля рождается первый плод появился первый а потом вслед за ним все остальные то есть началось плодоношение в Израиле и сколько всего нужно было пройти поэтому конечно глупо требовать от младенца каких-то серьезных ну сам по себе уже вот этот шаг это ну это шаг веры и никто не скажет что ну что тут такого сейчас то и все нет к этому надо подойти и всегда это очень торжественно и все и всегда это очень трепетно я помню как в Харькове у нас там ну две близняшки покаялись и вот они ну их так проняло слово Божье все и они зима была тогда и холодно и они говорят мы хотим погружение все мы созрели мы хотим умирать для греха и жить для Бога я помню вода ледяная это мы открытый водоем нашли ледяная вода и вот они принимали они так вот такая их не вера была они полезли в эту ледяную воду вылезли и мне пришлось причем два раза туда залазить потому что их двое было даже трое еще один человек там был вот и ну серьезно замерзли но никто не заболел и дальше уже ну Бог начал работать с ними уже по ту сторону Иордана и вот этот шаг это ритуальное омовение от нечистоты этого мира и когда мы уходим под воду да ну входим в воду и вода накрывает нас о чем это мы умираем невозможно родиться для Бога предварительно не умерел ну не умертвил свое плотское я если человек продолжает жизнь жить я хочу я знаю так хочу чтобы было а я знаю так хочу чтобы было то он просто искупался в воде и этот человек ну ничего для него не произошло да потому что зайдя и выйдя он ну дальше живет для себя дальше живет по своим я хочу а вот это и продолжает делать все то что он делал раньше ну а естественно что такие люди всегда находят ту религию или ту общину ну в украине это христианство оно более всего развито находят ту общину которая бы говорила ему ну в которой бы говорилось все нормально все ты посвятил богу себя а дальше все хорошо мы живем теперь по благодати живи деньги приноси ну в основном чтобы ты слышал проповедь о здахе о десятине а все остальное это так уже ты посажен на небесах это ложные учения потому что благодать она дается нам для того чтобы мы пройдя через эти воды то есть умерев там родились для бога и дальше идя мы не решили а грешить это значит нарушать закон и я говорил уже но это были давно в уроках я еще повторюсь знаете ну если бы кто-то спросил у меня из вас как правильно понимать как правильно мне построить свою жизнь и как навести порядок по закону да естественно с помощью божьей благодати сами мы ни один человек не может исполнить закон потому что ну я я платяной закон духовный поэтому только благодать которая нам дана от бога она помогает нам исполнять если бы спросили как правильно мне начинать я бы сказал начинай с десятой заповеди десятая заповедь это не пожелай то есть и она ну все заповеди они написаны в такой стиснутой форме да но там огромный массив информации кому будет интересно жизнь праведных есть такая ну книжка еврейская я забыл со автора я поищу скажу вам жизнь праведника и там описаны ну то есть развернуты заповеди в таком знаете более широком понимании и вот это не пожелай и все начинается с наших желаний то есть желание переходит в похоть похоть жазачав написано рождает грех если человек не смог наступить на горло своим желанием если в нем осталась вот эта зависть вот это разные знаете нехорошие такие вещи когда он смотрит глядя на другого о и я такое хочу я такое и начинает вот это свое хочу ставить выше всего и естественно что он начнет грешить для достижения своей цели и десятая заповедь это первая ступень крышка учения это шма израэль адонай лагейну адонай ехат то есть если тебе удастся подняться по этим ступеням будучи по отношению к себе честным ну после вот уже после вот этого чудесного воскрешения да когда мы вышли с этих вот то у тебя все получится важно быть честными по отношению к самим себя к самим себе потому что людей мы можем обманывать мы можем перед ними научиться так ходить я знал таких уникальных людей вот поверьте мне это были вообще в глазах людей достойнейшие люди ну так уж получалось что бог открывал передо мной их сущность и они об этом знали потому что ну раз и оно открывалось там ложь или открывалось блуд и еще что то и они зная что я знаю это ну переставали со мной дружить переставали там со мной общаться ну и по разному там было в общем ну не суть понимаете можно научиться особенно кто с детства верующий все эти тонкости они проходят с самого детства и уже на выходе там лет 30 ты его попробуй где-то поймать на людях чтоб он делал что-то неправильно но вот когда никто не видит там совсем другая жизнь начинается и для таких людей это шумикво что погружение шокращение оно не будет иметь никакого значения Израиль выйдя из вот ну увидел вот это да как египет египтяне гибли в этом море то есть как царство греха просто закрывались двери за ними да и все то есть уже назад дороги нету и тогда что произошло вот для меня это очень вдохновительно они стали и Моше воспел и они я сейчас прочитаю эту письмо Моисея да она называется письма и очень сильная да их сердце напомнилось такой славой и ликованием которое ну они не смогли этого сдержать и они пели от сердца своего представьте вот эти все мучения вот эти все страхи вот эти все когда мы решим мы же знаем что мы ну мы же там не закон мирской приступаем там и все и вот эти разные ну ты в такую ловушку попадаешь такой замкнутый круг и тебя вот эта система мира перемалывает так что ну хоть бы в живых остаться но когда они увидели что это все осталось там за спиной и бог смыл это все они запели то есть это нормальное состояние сердце того человека который действительно принял решение или действительно бог привел к водам Иордана или ну Днепра или еще какого-то потому что не столь важно ну просто когда мы говорим о Иордане мы говорим ну Иордан имеет значение такое духовное ну все переходы все погружения они частично были связаны с ним ну и море это тоже важно но мы почему-то когда мы говорим о погружениях мы говорим об Иордане ну так как-то оно заложено с этой рекой связано очень много в жизни еврейского народа и в жизни Израиля вот песнь Моше и буду заканчивать друзья и вот это ликование я помню в свое сердце я помню как оно наполнилось действительно такой радостью до этого все как-то было знаете так напряжено ну и страшно и в то же время непонятно что дальше будет как мне жить и действительно после этого шага веры пришлось вообще всю жизнь переворачивать вверх ногами потому что ну привык жить совершенно по-другому ни в чем себе не отказывая любимому а здесь вот так вот ну и и представьте ну все равно когда я это сделал да и когда лично я прошел через вот это черное море которое раскрылось и приняло меня и когда я вышел с него и вышел новый человек рожденный для Бога рожденный жить ну жизнью ту которую предлагает нам Бог жизнью жизнью с избытком и я помню как сердце ликовало действительно и со мной был один парень который ну вот я ему еще до водного крещения ну проповедовал евангелие и он пришел на водное крещение посмотреть как это это и он бежал за мной было тоже холодно он бежал за мной пытался на меня что-то набросить я ему отстань что ты да как же я я я хочу поймать тебе я эту картину запомнил какой ты плод ну в общем ну сердце действительно было переполнено ликованием песнь Маше и и воспел моше и сыны израиля эту песню богу ибо высоко вознес он коня и ликование бог он был спасением мне это всесильный мой и я прославлю его всесильные отца моего я превознесу бог воин бог имя его и колесницы фараона и войска его вверх он в море и избранные военачальники его потонули в море сув пущины покрыли их погрузились в бездны как камень десница твоя боже прекрасно в мощи десница твоя врага сокрушает величием своим сокрушаешь ты восстающих против тебя посылаешь гнев свой и он сжигает их как солом и от гневного дыхание твоего вас громоздились с воды встала как стена как стена струи смёрзлась пущины в сердце моря сказал недруг погонюсь настигну поделю добычу насытится им душа моя обнажу меч и истребит их рука моя ты донул духом своим и покрывала покрыла их море погрузились как свинец в воды могучие и кто как ты среди сильных божи кто как ты славен святостью восхваляем в трепете творящие чудеса ты простер десницу свою поглотила их земля ты ведешь милостью своей народ этот который ты избавил ведешь силою своею к святой обители твоей услышали народы и трепещут ужас объял жителей плашета тогда устрашились князя дома вождей моава дрожь охватила обрела хоробели все жители хана нападает на них страх и ужас от величия десницы твоей умолкнут они как камень пока приходит народ твой божий пока приходит народ этот который ты сотворил введешь их и расселивши в горах удела твоего на месте который жилищем ты сделал себе божий святилище господь что устроил руки твои бог царствовать будет во веки веков когда вошли иконы фарона и колесницами его и всадниками его в море бог обратил на них воды морские сыны израиля прошли по суше среди моря действительно я вот это когда читал сейчас и ко мне как вся моя жизнь верующего так перед глазами проносилась друзья действительно после того как я увидел сну когда и родился для бога я увидел те чудеса которые бог начал делать в моей жизни мое сердце было наполнено ликованием и знаете иудеи говорят что миква это не одноразовый какой-то акт я пожалуй с ними соглашусь потому что знаете почему потому что иногда мы забываем о том что бог сделал для нас иногда мы забываем о всех тех чудесах мы уже присытились мы уже знаете как-то уже ну как бы и чудо для нас это уже не чудо может я помню свое детское ликование от того как бог какие-то мелочи делал в моей жизни и сердце наполнялось хвалой сегодня мы сильно уже очерствели и возможно для каждого из нас надо повторять эту микву повторять и делать это и вспоминать те обещания и обетну которые мы давали богу от всего сердца от всей души своей жить не грешить жить правильно жить жизнью ну делателя добра а не зла и пусть вот это знаете как бы вот этот урок который и меня сейчас коснулся сильно когда я читал это все пусть пусть он напомнит всем нам откуда мы взяты были откуда бог забрал нас и хоть ты с детства верующий хоть ты не с детства но сам то ты знаешь откуда бог тебя вытащил может об этом не знает широкая общественность но каждый из нас сам знает за себя и возможно тебе надо пройти еще раз через мику через эти воды моря и вспомнить все те дела которые бог творит потому что не сократилась рука его он и сегодня делает чудеса в нашей жизни просто мы уже ну есть и духовное пресвящение и мы уже насколько знаете уже духовные культуристы что часто мы смотрим на это разве это чудо вот если бы он сделал то-то и то-то для меня друзья надо вспоминать надо помнить и действительно когда вот мы говорим ну зажигаем свечи шабатни одна из свечей это помни помни о том что бог сделал для тебя на этом я буду заканчивать сегодняшний урок и спасибо вам всем за внимание прошу вашей поддержки для нашей семьи молитесь и ну если будет у кого-то сердце молиться поддерживать потому что я уже говорил и еще раз говорю ну мы делаем очередной такой шаг веры ну сейчас готовимся к операции и последующему лечению но как оно там все будет никто не знает доверяем богу я сразу ну не исцеляет мы молились о исцелении и другие люди молились значит он такой путь приготовил и надо идти тем путем который бог ну не мы хотим этого для меня бы конечно я ну по моим молитвам да и через меня действуя бог исцелял вообще таких людей которых ну вообще у них никаких шансов врачи не давали я заходил в такие места где только смертники лежали и мне крутили на голову говорили ты через месяц будешь тут с ними лежать что ты бегаешь по этим отделениям тогда врачи даже не поднимаются и и бог творил чудеса но сейчас ну как то вот так бывает да и и не у одного меня я знаю очень множество людей которые за себя или за своих близких ну молились ну бог не действовал поэтому вот 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 так вот друзья но верит бог я знаю что и через руки врачей бог может действовать и спасать точно так же как и через молитву поэтому все цело доверяем господу молимся и а я вас благословляю обнимаю может кого то вот когда я ну сначала говорил там кого то заделали оскорбил чьи-то чувства вы мне прощайте я такой же человек как и вы иногда мне надо выговориться и высказать то что я не понимаю он действительно а я не привык это все знаете как то туда складывать чтоб потом когда то припомнить ну говорю то что думаю то что есть все всех обнимаю всех люблю будьте счастливы пусть ваши дома всегда будут наполнены миром жизнью здоровьем и пусть вы всегда будете помнить о боге и расскажите о нем своим детям они расскажут своим внукам что он совершил в ваших жизнях и пусть он до тысячи родов благословляет ваши семьи ваши дома до свидания до новых встреч я думаю что мы продолжим если здоровье будет позволять продолжим следующие уроки может возможно завтра запишу в общем ну пока есть силы буду действовать буду делать а вы пожалуйста со своей стороны тоже мы я уже говорил что о чем я я прошу вас не буду повторяться все всем шалом всем мира всех люблю до свидания до новых встреч до новых встреч